Всем привет, с вами я Александр Сачков и наверное вы не знали то, что мне нравилась больше первая часть CSGO, которая вышла в 2013 году. Остальные версии мне не так нравились, ну точнее обновления к этой игре, так как обновления добавляли только новые кейсы и просто убирали баги лишние. Точнее они просто делали систему некрасивой можно сказать, потому что CS вообще была совсем другая и можно было накрутить все что захочешь, даже звания и всякие разные там рейтинги в игре. После этого все убрали, даже тот же нож, который был у игроков, стандартный, его изменили. Но я уже конечно не так уж это и помню, но это было конечно круто. Но после нескольких обновлений это все убрали и баги убрали короче. Ну что я могу вам сказать, то что, ребята, следующая игра будет немного попозже, а сейчас я играю на Vertigo на своем сервере Nubaz. Сервер 1, я сейчас здесь 1, я здесь обновляю свой сервер до нового обновления. Новое обновление ничего нам опять не добавляет из оружия, а добавляет только лишнюю фигню, которая в игре совсем не нужна. И просто исправляет баги, которые тоже никому не нужны. Может быть вы не знали, но даже все карты были другие в игре. И они мне казались, наверное, даже крутыми. А сейчас вообще все изменилось, даже те скины игроков, они полностью изменились. И играть стало не так уж интересно. Конечно, интересно играть с крутой графикой, которая изменилась и изменится в нескольких следующих обновлениях. То есть игра, конечно, становится круче, но нравилась, конечно, та игра, в которой можно было играть без званий. Это первая бета по CS GO. Если вы не знаете, то первая бета вышла в 2012 году, и тогда там можно было все делать. То есть там не было рангов, и делать просто было нечего. Кстати, ответьте, пожалуйста, на вопрос, откуда здесь бомба. Я этого поднять не могу, потому что игроков здесь нет. Да уж. Это как-то странно. Ну, а что я могу вам сказать? Раунд почему-то закончился, но сейчас мы продолжим. Ну, что же я вам могу сказать? То, что изменились полностью все текстурки. Даже та самая консоль. Если в первой бета-версии она была совсем другая, точнее, она была, ну, как сказать вам по-другому, она была зеленая. Кто не помнит, то вспомните ее по игре Counter-Strike 1.6. И в первой бета-версии, даже в первых обновлениях в CS Source, была зеленая иконка Стима, и сам Стим был зеленый, если кто не помнит. Но изменилось то, что в игре изменилось все. Даже в первой CS GO, если вы не помните, то консоль была зеленая, зеленого цвета. Это было в разработке, это даже не в бета-версии, потому что в бета-версии уже была обычная консоль, которую вы уже знаете, такого вот серовато-белого цвета. Да, конечно, это сложно вспоминать там что-то, но это правда. Это такое было, и дальше все изменяется. Даже те же руки, перчатки и все остальное, все это будет. И даже я не знаю, кто там в кого стреляет, потому что я даже не знаю, как вошли, потому что на сервере сейчас стоит пароль. Кстати, про тот же пароль. Тогда, давно, здесь не было паролей. Точнее, пароли были, но зайти на такую хрень, как сервер, любой незащищенный, непонятной какой штукой, можно было любому игроку, потому что паролей, ну, как бы не защищали. Потому что первая версия вообще Counter-Strike, которая разрабатывалась еще в 11-м году, если вы, конечно, помните, то там в разработках уже было понятно, что все-таки хотят сделать нормальные закрытые сервера. Но разработчики этого не сделали, и сделали только в бет-версии первую эту штуку. Поэтому разработка была просто, ты ставишь пароль, а, как бы, игра пароль не держала. То есть, ты мог зайти на сервер с любым паролем. Например, пароль вы поставили, например, там, 5-5-5, то игрок мог зайти на сервер с паролем 1-2-3. То есть, пароли не сохранялись, и с любым паролем можно было зайти на сервер. Это было все в разработках, и это было не для всех доступно. Конечно, не все играли в 11-й год в разработку CSGO, даже кто-то помнит, то, чтобы там была даже первая графика, ну, типа, похожую на эту, но более похожую на... уже на CS Source. Если сейчас мы видим в CSGO то, что здесь красивое все, то раньше такого не было. Были такие вот средние текстурки, и даже всякие разные... Все разное было, и текстурки все разные. Вот вопрос. Кто это за игрок? Что ты здесь делаешь? И почему ты меня не мочишь даже? Это вот вопрос. Ставь, ладно, бомбу. Я отойду. Давай. Да ты достал. Ну, короче, что я вам могу сказать? Все изменилось в игре, и игроки тоже изменились, все скины. Вот вы попробуйте сыграть в игру, если удалить все обновления, и поставить стандартную игру. Тогда уже будут совсем другие карты, точнее, будут текстурки совсем другие. Короче, все будет разное. Если вам нравилась первая игра Counter-Strike GO без обновлений, ставьте лайк на записи ВКонтакте ID53, 55, 34, 63, и в группе Александр Сучков и Нубас. А если вам нравится версия игры, которая вышла уже сейчас, то ставьте репост. Поэтому вот как-то так. Кстати, кто не знал, сюда тоже можно залезть. И вот я вам сейчас доказал, что сюда все-таки можно залезть. Так. Ну, что-то нам пока не было. Все, убил я тебя в последний момент в Headshot. Затащился ровно раунд. Я вам, в общем, все рассказал, все об игре. Даже те же... Вот эти текстурки букв были совсем другие. Они не такие были растерти, а просто было написано А и Б. Там не было вот такого вот, типа, стекает краска или что-то такого. Такого не было. Это добавили только тогда. И круг здесь был обычный круг. Не было такого, чтобы заходило за контуры и здесь заканчивалось. Такого здесь не было. Да, конечно, если вам нравится такой формат видео, то, конечно, поставьте лайк под видео. Также я расскажу о первой Left 4D2. Точнее, версии для игроков специально. То есть, когда-то вышла, ну, можно сказать, бета-версия Left 4D2. И там были карты, я не знаю даже, как называть. Ну, на том Райдер первый, может, потянет. Так, сейчас разминируем. Тихо. Стой. Подожди. Так, экипировка. Стой, 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 стой. А, не купил, ладно. Давай-ка. Давай, давай, давай. Ну. Ес. Вот так тебе. Вот так. Я не знаю, кто ты, но я тебя убил. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубаз. Добавляйте моего друга про ченела ВКонтакте. У него уже почти что тоже под миллион подписчиков. Потому что после моей той рекламы все изменилось. В общем, подписывайтесь на него тоже. Он снимает такие же видео, как я. Некоторые видео даже попадают на мой канал. Но, в общем, все это вы можете увидеть у него на канале. Тоже он снимает про КС. И всякую разную прикольную информацию он там тоже выкладывает. Но, можно еще показать. Ладно, ставь бомбу, если хочешь. Хочешь? На. Стой. Хочешь? Калаша, хочешь? Парень. Ты кто? Калаша, хочешь? Точнее, не калаша, а этот. Хочешь? 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 Что ты хочешь? Почему ты не ставишь ни бомбы, ничего? Ты кто? Парень. Че ты сел? Ты кто? Ты как сюда попал? Офигеть, я его не убил. Странно. Ладно, кто-то спрашивал, как... Как вообще перепрыгнуть на карте Вертига. Потому что постоянно кто-то все спрашивает, спрашивает. А я вам отвечаю. В общем, смотрите, берете вот так и прыгаете. Блин! Нет! Стойте! Блин! Че делать? Как так? Ого! Курта быть админом. Вот мы, короче, попали сюда. Здесь можно пойти. Походите. Вот смотрите, какие тут машинки. Вот кто-то спрашивал, я вам ответил все. Ну вот, короче, вот как-то так. Кстати, бомбу, наверное, я тоже успею разминировать. Если, конечно, потороплюсь. Ого! Это мы сейчас все исследуем. Даже успеем в этом видео все исследовать. Так, бомбу я, конечно, уже не разминирую. Пошел нафиг отсюда. А, тебе бомбу убил. Ну ладно. Ну и под конец этого видео, если вы все-таки досмотрели до этого момента, то я вам сейчас покажу один секрет этой карты. Вертига не просто же так я начал играть. Ее сейчас кикну этого игрока. В общем, ребят, вот смотрите. Если посмотреть отсюда, то карта, конечно, интересная. Так. Вот смотрите. Сюда можно сесть. А залезть можно куда мы пыщем. То есть, если хотите, можно залезть куда угодно. На этой карте. Потому что эта карта полна секретов. И, возможно, вы их знаете. Если вы знаете, то здесь можно залезть по лестнице. Если вы, конечно, знаете игру. То да. Здесь все-таки можно залезть как-то. И как-то попытаться что-то сделать. Но это не у каждого игрока получается. Но здесь, конечно, можно выйти. Здесь обстрелять дверь, если хотите сломать. Тут что-нибудь сейчас попробую. Вот так вот можно отломать здесь куски двери. Дверь, конечно, я не сломаю. Но попортит. Я ее попорчу. Вот тут даже остались вот такие вот следы. Хотя они сейчас пропали. Так. Ну что ж. Еще один секрет этой карты в том, что здесь есть... Ну, можно сказать, подвал. Так что здесь есть, смотрите, вторая карта. Видите? Видите? Ну, там можно, да, вы видите. Вот. Как сюда попасть? И вообще, можно ли сюда попасть? Да. Ответ да. Вот сюда. Вы можете попасть. И посмотреть, что здесь вообще находится. Ответ ничего. Тут интересного ничего нет. Да, тут можно постоять. Вот здесь где-нибудь походить. Но отсюда никого не убьешь. Потому что это очень даже сложно. Можно отсюда. Можно откуда-нибудь еще. Это все возможно. И это сложно. Но, ребят. Ладно. Сейчас мы все проверим. Еще один миф. Подождите. Итак. И последнее то, что я хотел вам показать в экспериментах. Это вот такая вот странная. Ну, может, не странная. Ну, не знаю даже, как по-другому это сказать. Но то, что разработчики не удалили из этой карты. Хотя они ее обновили. Они не удалили вот этот вот. Такой вот. Момент. Посмотрите. Если сюда подлететь. Тут можно заметить, что можно здесь ходить. Хотя я не знаю, зачем это сделали. Потому что. В общем. В игре это вообще не нужно. Вот эти вот места. Кстати. Насчет домов. Здесь тоже можно на них запрыгнуть. Если все-таки хотите. Нет. Нельзя. Не знаю, почему. Но на дома запрыгивать нельзя. Я даже для вас сейчас могу доказать. То, что на дома запрыгивать нельзя. Нельзя это не пофиксить или ничего. То есть. Если вы в режиме администратора. Или вы в одиночной игре. И у вас забинден ноклип. Или я не знаю, как это назвать по-другому. Но если вы слетаете в данный мир. Который мы сейчас летим. То вы там увидите то, что там дофига чего есть такого прикольного в этом городе. Потому что это точно копия такого вот места. Вот смотрите. Здесь обычный город. Здесь даже ездят такие вот машинки. Которых не хотели пофиксить. Но так и не пофиксили. Поэтому вот такие вот половинчатые машины. Которые. Ну такие, можно сказать, некрасивые. Да, автобусы тоже такие вот некрасивые. Короче, делали это все, наверное, быстро. И даже не старались. Но все ездит, все работает даже. Улицы работают, машина ездит. Что еще могу вам сказать? То, что вот здесь. Вот в этом месте. Если присмотреться. То можно увидеть второй город. Да. Но пока что все. Хотите полетать по этому городу. И здесь именно вы увидите тот дом, на котором мы сейчас находимся. На него так же нет, нельзя. Ну ладно. Кстати, вы когда-нибудь были? Внизу карты. В самом низу карты, которые... Непонятно вообще, что там делается. Да, игра начинает лагать. Но все-таки хотелось бы проверить, что там внизу находится. Под карты. Вот карта. Мы все ниже, 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 ниже отправляемся. В самый низ карты вертига. И посмотрим, что там находится. То есть теперь можно вот так крутить. Ну да, уже не видно. Но немного, да, видно еще. А, наверное, не успею. Ну ладно. Да! Под карту вы провалитесь. И видно только цифры. Да уж. Это не очень даже круто. Ну, в общем, что я могу сказать. Наверное, надо вам сказать пока. И до следующего видеоролика. Ну, в общем, с вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Nubaz. Подписывайтесь на меня ВКонтакте. ID 53 55 44 63. Еще раз повторяю. ID 53 55 44 63. Добавляйте меня ВКонтакте. Там интересные конкурсы на кейсе, на оружие всего от 100 рублей. Ну, короче, все понятно. Пишите комментарии. Если к этому видео будут запрещены комментарии, то пишите ВКонтакте под записями с конкурсами. И не забывайте, что в конкурсе можете выиграть и вы. В общем, всем спасибо еще раз за просмотр. Всем спасибо за просмотр. И, короче, я даже не знаю уже, что сказать. Всем пока.